Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Гость в студии Рихард Бунко, глава Латвийского объединения юристов. И будем говорить сегодня о ответственности юридической, не знаю, уголовной или административной родителей. И не только родителей, в случае, когда речь идет о детях. Вот, как мы уже говорили, несколько случаев буквально за несколько дней как-то вот сразу так вот выплеснулось в информационное пространство. Это и случай, когда полицейские спасли закрытого в машине младенца. Оставили родители там, надеюсь, не забыли, но оставили на какое-то время. Младенец кричал, увидели это полицейские и разбили стекло в машине. Пришли родители, начали грозить полицейским судом за то, что они повредили их собственность и так далее. Обваренный кипятком ребенок, который был тоже в такой случае человеческой жестокости, когда отец плеснул в лицо своему сыну 12-летнему кипятком и два дня запрещал вызывать скорую. Затем вот последний случай буквально сегодня написан в газете «Латвия Савиза» о том, как в «Илгутсэмсе» тоже вот такая шокирующая ситуация. Ну, для нас, для всех, конечно, потому что таких ситуаций, наверное, много, когда родители усмиряли своих малолетних детей, спаивая их алкоголем. То есть давали алкоголь, чтобы они побыстрее заснули. Ну и так далее. Таких случаев наверняка много. Не все они попадают в прессу, в СМИ. И все-таки все они вызывают общественные резонансы и вопросы. Вопросы самые разные начинают с таких, что кто в этом вообще виноват и какая ответственность у родителей в данном случае. Может быть, давайте начнем в общем комментировать сначала, а потом уже подробнее. Да, тема очень широкая. Она, на самом деле, имеет очень глубокое моральное основание под собой, потому что общество должно себя, платочки называется, отраживать, то есть возобновлять. Ну и мы же не хотим, чтобы возобновительный материал, то есть то общество, которое будет в будущем, было плохим. Это означает, что дети должны вырасти без излишнего насилия, без того насилия, которое запрещено в законе. И, естественно, с соответствующим надзором и уходом за ними. А я сразу могу спросить, вот вы сказали излишнее насилие, то есть это есть какой-то термин такой или... Нет, просто есть случаи в законе, когда насилие по отношению к ребенку разрешено. Например, может быть, сразу поясните. Ну, например, вот в законе о полиции сказано, что можно применять стаки в отношении несовершеннолетних, если они совершают групповое нападение. Ясно. То есть в общем нельзя, но вот в конкретном случае можно. И, естественно, их побьют, но не настолько, чтобы их избить, да, а настолько, чтобы предотвратить это совершаемое нападение, да. Поэтому здесь вообще-то те вопросы, что вы затронули, они действительно лежат в обоих плоскостях, и административной ответственности, и уголовной, и, наверное, и гражданско-правовой в том числе в первую очередь, потому что с этой как раз все начинается и просто перерастает в более тяжелые формы постепенно, да. Ну, сразу, может быть, я чуть-чуть насчет алкоголя скажу, да. Здесь нужно разделить на две части. Если лицо, которое участвует в спаивании несовершеннолетнего, не является его родителем или… Родственником. Нет, родственником оно может быть, но тем, от кого оно зависит. А, опекуном. А, опекуном, да. Либо, может быть, какой-то родственник, но от которого он находится в денежном содержании, например, да. Ну, потому что в законе написано, что он зависим от него, такой термин употребляется, да. Так вот, или если это лицо, от которого он зависит в образовательном учреждении. То есть, педагог, например, да. Так вот, эти вот лица, если они спаивают несовершеннолетнего, они действительно несут уголовную ответственность. Но все остальные лица несут административную. То есть, получается, если бутылку пива ему дал не отец, а сосед, к примеру, да, в действии одно и то же, но соседу за это будет лишь штраф. Да, примерно та же самая ситуация получается и с насилием по отношению к ребенку. То есть, если это насилие совершили те же самые лица, от которых он зависит, родители и так дальше, то там опять есть уголовная ответственность. Если это моральное или физическое насилие, но без телесных повреждений, без остаточного вот этого эффекта, да, совершили вот эти другие лица, то опять только административные. Ну, и сейчас нужно, наверное, постепенно перейти к надзору за детьми. Вот перед тем, как перейдем к надзору, это чем объясняется? Вот тем, что все-таки повышенная ответственность у родителей и у атакунов? Да, ну, с одной стороны, это действительно так, потому что их нужно стимулировать как-то. Но с другой стороны, выходит странная ситуация. То есть, я не могу, допустим, поругать своего ребенка, потому что за это будет уголовная ответственность, к примеру, да. Я зову соседа, даю ему там ремень, значит, он платит штраф и все, собственно говоря. Ну да, если сутрировать ситуацию, так получается. Значит, и это, наверное, все-таки, ну, и определенный дисбаланс существует. Насчет надзора. Здесь ситуация выглядит следующим образом. Государство в 2005 году повысило планку с 11 до 13 лет тем лицам, под чей надзор можно оставлять маленьких детей, ну, в законе написано, что это дети до 7 лет. Значит, и, то есть, родители, не обязательно ему самому смотреть за ребенком. Он может, допустим, своего старшего ребенка оставить смотреть за более младшим, но этот старший должен быть достигнувший 13 лет. А раньше, до 2005 года, это могли быть дети 11 лет, да, смотреть за более младшими. Да. Так вот, что это означает? Это означает, что, в принципе, с момента рождения и до достижения 7 лет ребенок беспрерывно должен находиться, как минимум, на расстоянии визуального контроля. Поле зрения. Поле зрения либо родителя, либо дошкольного учреждения. Если он выходит… Ну, или ребенка старше 13 лет, да? Ну, естественно, да. То есть, лица, которые за ним ведут наблюдение. Если это не произошло, то мы теоретически можем говорить, что началось вот это нарушение оставления без надзора. И что тогда? Какое? Административное? Да, там административное. То есть, штраф или что? Штраф там, да. Если я не ошибаюсь, до 70 евро. Значит… Поле зрения… Да. Что касается вот того случая, что вы сказали, в машине, там это уже другая ситуация. Там в уголовном законе есть статья «Оставление в беспомощном состоянии». А маленький ребенок, очевидно, что он беспомощен, да. То есть, если это, допустим… То есть, он не просто без надзора был оставлен, он еще был оставлен в опасном для жизни и здоровья обстоятельстве. То есть, если это был бы оставлен… Нет. В той же машине мог бы остаться ребенок, допустим, 10 лет. Но он может сам открыть дверь или окно, и мы не можем сказать, что он беспомощен. Но ребенок, скажем так, очевидно, там, маленький, да, он действительно беспомощен, да. И тогда уже начинается уголовная ответственность, да. Ну и… То есть, в любом случае, там, солнце ли палит, или не палит солнце, да, угрожает ли ему… В ходе не сказано о том, что это за обстоятельство, там лишь сказано то, что эта ситуация, оставление в беспомощном состоянии, повлекла за собой тяжелые последствия, либо смерть. А если не повлекла? Тогда просто вот оставление без надзора. То есть, в машине? Ну да, потому что никаких последствий нету. Значит, формально произошло лишь оставление без надзора, значит, будет административное. Но ведь могло же произойти, или это не учитывается? Ну вот идет полицейский по стоянке, видит открытая машина, а там в ней маленький ребенок, он там, скажем, ну, пять минут, семь минут, там, десять минут, один, полчаса. Что-то что? И, ну, вроде даже и солнца нету, и таких нет особых опасностей, просто он внутри в закрытой машине. И что тогда полицейский должен, как бы, реагировать? Это я видя тон нарушения? Вы затронули очень вот эту вот как раз интересную грань, которую трудно на практике вот сказать вот в эту секунду еще так, а в следующую уже не так, да. Почему? Потому что они оставили без надзора, это очевидно, но эта статья уголовная, она под собой подзамывает, понимаете, в уголовном праве есть материальные составы и формальные. Формальные – это которые не требуют за собой каких-либо последствий, а уже наказание предусмотрено за само действие, да. Но в данном случае эта статья предусматривает наличие последствий, чтобы наказать. То есть должны быть либо тяжелые последствия, либо это смерть, да, к сожалению. То есть если их не наступило, то… Да, то тогда нужно смотреть, что там было другое, и вот скорее всего будет, что это административное. Но я вам хочу сказать, что вот я сам еще в свою бытность работая в полиции, у меня тоже, например, был один такой случай, где нельзя сказать, что ребенок был без надзора. Но в то же самое время пришлось родителям составить административный протокол о том, что они, значит, ну, не ухаживали за ребенком. А ситуация была следующего характера. Ну, отец находился в комнате, а мать там чистила ванну комнату, да. А ребенок был, собственно говоря, рядом с ней. Рядом с ней он был, там на расстоянии метра, скажем, примерно, да. И он за спиной у матери там вот ходил, что-то там брал, и рядом там находился унитаз, и вы знаете, там есть вот эти химические средства, которые для чистоты сантехники используются. И этот ребенок, ну, употребил, скажем так, в желудочный тракт до места вот это вот… Ну, отхлебнул, да, из бутылки, что-то ему понравилось, запах или да. Скажем так, да, и повредились вот эти внутренние органы, была вызвана скорая помощь. А что делают скорая помощь? Они смотрят формально. Если это подпадает под телесные повреждения, а они очевидно, что были внутренние, правильно, они делают сообщение в полицию. А полиция что? Пришел, значит, вызов, сообщение медицины, надо приезжать, смотреть. И действительно получается так, что и отец, получается, не досмотрел этого ребенка, и мать, стоя рядом, все равно не досмотрел, и он, как бы, это до места съел, да. Ну, пришлось, несмотря на все горе для родителей, составить им еще административный протокол, чтобы они не досмотрели, из-за чего ребенок получил эти… А такая ситуация может быть сплошь и рядом, потому что в квартирах обычно по несколько комнат, и ты не можешь постоянно быть рядом, находить… Да, ребенок может засунуть пальцы в розетку или, там, не знаю, еще где-то как-то… Да, вот поэтому маленькие дети, вот до 7 лет, они вот как раз самые… За ними постоянно нужно вести наблюдение. И вот эти случаи, которые, например, с пропажей ребенка, там, в лесу или вот… Ну, как вот недавние, да, тоже попадают? Да, если до 7 лет, однозначно они… Раз вот до 7, маленькие дети совсем уходили в лес, там буквально мама вернулась, раз и убежала. То есть, тоже, да, буквально они были рядом, и вдруг раз нет рядом. То же самое, да, вот получается, та же ситуация? Микс Ньюс. Мы говорим сегодня о детях, вот о случаях различных, которые произошли и в последнее время, в том числе с детьми, и вот какую ответственность кто должен нести в этих ситуациях. Различные случаи, я так вкратце напомню, это и вот тот случай, когда 4-месячного малыша закрыли в машине, и потом полицейские были вынуждены разбить стекло, и родители очень возмущались. И вот случай, когда отец плеснул лицо кипятком сыну 12-летнему и 2 дня не разрешал вызывать скорую. Вот, и в том числе вот этот сегодняшний случай, где родители усмиряли малолетних детей, спаивая их алкогольными напитками. Ну вот мы говорим с юристом о различных случаях ответственности, и вот, в частности, вот к этой машине хотелось бы повернуться. Все-таки полицейские правильно поступили или нет? Вот то, что они разбили стекло, и какую ответственность они несут? Вы говорили уже о том, что опасность для жизни или повреждение смеха все-таки. Они обидели, что малыш сидел в детском кресле, громко кричал, тяжело дышал, его лицо было красным и вспотевшим. Они выбили стекло машины, вытащили его, наложили ему охлаждающий компресс, пришли родители и предъявили претензии за разбитое стекло в автомашине. И что, вот действительно полицейские заплатят штраф за разбитое стекло? Нет, и поэтому я хочу разъяснить всем радиослушателям и родителям этого ребенка спасенного, что полицейские, а точнее четыре вида полиции в государстве действуют, имеют под собой правовое основание для своих действий в соответствии с законом о полиции. Это государственная полиция, полиция самоуправлений, полиция безопасности и портовая полиция, остров полиции. Значит, они четыре действуют по закону полиции. В этом законе сказано, что вот эти четыре службы не несут материальной, уголовной, административной и дисциплинарной ответственности, если они совершили свое действие в ситуации обоснованного профессионального риска. И вот в данном случае спасение, то есть, понимаете, пожарник тоже, он когда тушит дом, он также действует в ситуации обоснованного профессионального риска, он заливает водой чужие вещи, он ломает там, наверное, двери, еще что-то. То есть, в принципе, наносит повреждение имуществу. И даже не всегда его при этом вызывает хозяин квартиры. Да, да, именно так. Значит, и здесь ситуация абсолютно такая же. То есть, они предотвращают тяжелые последствия для лица, который не может оказать себе помощь для маленького ребенка, маленького человека. И поэтому я считаю, что там, ну, формально, конечно, должна быть проведена служебная проверка, значит, был ли там вообще малыш, как бы, да, то есть, что они не пришли и не просто выбили окно. А был ли мальчик. Да, потому что просто так выбивать окно, конечно, нельзя. А они должны были сфотографировать эту ситуацию? Вот как они должны были быть? Ну, наверное, да. Это чтобы облегчить этот процесс, конечно, должны бы, но я думаю, что это, поскольку это было в публичном месте, там наверняка нашлись бы свидетели, которые подтвердили наличие этой ситуации. Но если бы сфотографировано было бы или еще лучше заснято, то вообще никаких претензий не может быть. Что можно сказать вообще о совершенстве латвийских законов в этом смысле, в этой области? Ну да, я здесь могу, может быть, такой короткий комментарий сказать. Значит, у нас есть 141-я статья в уголовном законе, она звучит, что это оставление беспомощи, оставление беспомощи, оставление беспомощи, и там во второй части, как раз она относится, что оставлены без помощи лица, которые находятся вот в этом опасном для жизни и здоровья состоянии, но не могут, у них нет возможности о себе позаботиться в силу малолетия, возраста, то есть это и в том числе и очень большой возраст также относятся сюда, да, из-за болезни или из-за своей, ну, недееспособности, да, то есть невозможности физической себе помочь. Немощности. Немощности. Значит, и если вот у виноватого была возможность ему помочь, да, вот при таком раскладе, то есть это как раз к родителям и относится, да, там был маленький ребенок, тогда вот наказание до двух лет, это самый максимум, да. И здесь вот почему я эту реплику сказал, есть у нас также в законе статья, где если капитан оставляет без помощи лицо, которое упало за борт корабля, ну, там выходит, ну, скажем так, с круизного лайнера, мы знаем такие случаи, падали люди в алкогольном опьянении, ну, там их находили, не находили, это другое дело, но капитан обязан, как бы, послать плавающее средство на поиск этого человека, хотя бы на какое-то время, потому что если он не предпримет никаких действий, то ответственность до пяти лет у капитана. А что такое может быть, капитан не предпримет действия, мне кажется, человек за бортом. Теоретически может быть такое, конечно. В случае, помните, когда капитана арестовали в России, который не оказал помощь, когда судно Булгария тонуло, рядом проходил капитан, и попал мимо, и его судили. А, другой капитан, я просто говорю про того, как на суде, да. Ну, хорошо, теоретически возможно. Да, теоретически все зависит от действий, но поэтому капитаны, и это вообще очень опасная среда, и они оказывают эту помощь, да, они обязаны это делать. Но здесь получается так, что на суше, как бы, в той же ситуации, где еще ребенок еще более беспомощный, чем взрослый человек, упавший за борт, да, ну, и получается, что ответственность более мягкая. Да, ну, получается так, что у капитана этот пьяный свалился за борт, капитан к этому, скажем так, не приложил руку никакую, да, то есть он сам упал, напился и упал. А в данном случае родители, можно ли это одинаково оценивать, потому что родители, они сознательно это же провернули, так сказать, они оставили его, но это надо быть или очень таким самонадеянным, или очень недалеким в этом смысле, чтобы вот так вот умышленно оставить ребенка. Ну, я с вами согласен. А если, скажем, не полицейская... Это все равно случай одного порядка, получается? Нет, ну, я в том-то и дело, я считаю, что ответственность родителей, она должна быть куда больше, чем у капитана. А если, скажем, другие люди разбили бы стекло? Или у капитана меньше, да, должна быть ответственность? Ну, или хотя бы какая-то пропорция. Если бы другие люди разбили бы стекло, у неработника этих четырех полиций, им вот разбили стекло, вытащили ребенка. Что в отношении НИЛ бы было? Там решался был вопрос о... у нас есть такая статья, исключающая ответственность, это Галаяна Пец, я же имею. Она говорит о том, что, значит, можно совершать в целях предотвращения большего зла некоторые преступные действия, которые, ну, по каким-то признакам могут считаться преступными. Ну, идея выбить стекло это преступление, да, нанести ущерб чужому имуществу, да. Но если с помощью этого преступления предотвращается большее зло, то по уголовному законодательству это считается ситуацией, ну, допустимой, да, когда так можно поступать с целью предотвращения этого большего зла. Но это будет суд решать, правильно? Или кто? Нет, это может решиться сразу на моменте начального следствия. А кем? Следственным органом. То есть, закроют дело или что? Да, они как только выяснят, что он выбил стекло для того, чтобы предотвратить смерть другого человека, это тут же автоматически подпадает под эту статью, и дело производства прекращается. Но он же должен будет доказать, грозила ему смерть или не грозила. Нет. То есть, тут же тоже могут возникнуть какие-то споры. Родители под этот суд скажут, что ничего не грозило и прочее. Ничего не грозило, да, погода была не солнечная или еще что-нибудь. Да, это все обстоятельства, что вы назвали, действительно должны будут быть установлены в момент следствия. Но у нас латвийское законодательство построено таким образом, что в уголовном и в административном делопроизводстве тяжесть и доказательства лежит на государстве. То есть, тот, кто выбил окно, ничего не должен доказывать. То есть, если он в чем-то виновен, то это государство должно доказать. Надевайте наушники, пожалуйста. У нас есть звонок в студии глава Латвийского объединения юристов Рихард Бунта. Слушаем, здравствуйте. 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 Я как родитель маленького ребенка, тоже четырехмесячного, но как-то хочется, наверное, попробовать оправдать тех родителей. Хотя, с другой стороны, я, конечно, тоже понимаю, что я бы ребенка не оставил там на долгое время или что-то такое. Но те, у кого есть маленькие дети, наверняка поймут, как выглядит ребенок, допустим, у которого колики в этом возрасте. И отличить у душа, он задыхается, или ему там жарко, или это просто колики. Ну, не знаю, я думаю, что в данной ситуации полиция, мне кажется, могла быть и не права. Но тут тоже другой вопрос, насколько мы осведомлены в данной ситуации, что это на самом деле было. А в данном случае вы согласны, что надо было стекло разбить и все-таки как-то попытаться помочь или что? Или стоять... Знаете, очень тяжело судить, потому что невозможно. Я думаю, что минут пять хотя бы подождать можно было, потому что, насколько мне известно, там совершенно очень короткий период времени прошел за то время, как приехала помощь и как разбили стекло. Ну, насколько вот я осведомлен в данной ситуации. То есть, я думаю, что там просто нужно больше разбираться. А по поводу нашей полиции тоже вот столкнулся, например, написано заявление о том, что курят снизу на балконе через квартиру. Они пришли и оштрафовали вообще людей совершенно с другой квартиры. Ну, то есть, у нас полиция тоже очень странно действует. И закон у нас написан не для людей, а для тех, кто имеет образование и может ими оперировать. Ну, такое мнение. Спасибо вам. Спасибо. Пожалуйста, рекомментируйте, господин Бунко. Значит, насчет последнего высказывания. Я согласен с звонящим. Действительно, у нас накопилось столько много всяких правил и законов, что чем меньше человек их знает, тем больше у него проблем. Что касается, ну, вот еще раз ситуация оставления детей и все такое. Вот вы обратите внимание, как себя ведут организации, которые защищают права животных. Они поднимают там разные манифестации и конференции, проводят все такое, что нельзя оставлять животного в закрытой машине, оставляйте там окошко чуть-чуть открытым и все такое. Почему по отношению к детям такого нет? Ведь это же, я думаю, ну и животное тоже важно, я согласен, но ребенок все-таки, наверное, считается выше, чем просто животное. Действительно, трудно сказать, но, насколько я понимаю, все-таки полчаса как минимум прошло там вот в этой ситуации, насколько вот была эта публично доступная информация. То есть, кто его знает, как вот эти лишние пять минут могли бы обернуться с другой стороны, если бы полицейские стояли и ждали, может быть, кто-то подойдет или не подойдет из родителей и так далее. Я еще хочу сказать вот что, может быть, было бы даже так, что за пять минут, может быть, он и не умер бы. Да. Но я не являюсь медицинским сотрудником, чтобы точно определить, какие могут быть последствия на организм ребенка, но я предполагаю, что если бы вот этот тепловой удар все-таки произошел, но он не умер, это могло бы оставить какие-то, я не знаю, последствия на здоровье. Но зачем их дожидаться? Зачем проверять, будет это или не будет? Да, поэтому если можно предотвратить сразу, наверное, я думаю, что полицейские правильно сделали. Но здесь вот звонящий затронула очень интересную вещь, и вы-то, кстати, тоже сказали, было ли там солнце, было ли жарко. Да, может возникнуть такая ситуация, что а измерили ли вы температуру в салоне? Было ли там реально жарко? Может, там кондиционер работал, и на самом деле было все холодно. И что? Ну, вот я не знаю, было так, не было. Так и что? Вот такие аргументы, допустим, будут выдвигать родители, и на что это может повлиять? Нет, если там действительно было жарко, то все правильно сделано. А если не было? Кто это вот установил? Полицейские же не могут знать заранее, было там жарко или не было? Ну, притронувшись к окну, я думаю, это чувствуется. Ну, если бы там было реально, вот кондиционер, когда работает в машине, прикоснувшись к окну, можно чувствовать, что там все-таки прохладно. Ну, они оценили, насколько я понимаю, опять же, из доступной информации состояние ребенка, потому что он был красный, кричал. Да, и вот именно это сподвигло их на то, что нужно было разбить стекло. Да, очень много нюансов, которые действительно могут отпугнуть человека в случае, когда нужно принять какое-то решительное действие или не принять его. Потом вот многие говорят, что вот ты вмешаешься, а потом сам же пострадаешь в результате. Насколько велика такая вероятность, что ты пострадаешь потом, а не те, кто оставил вот ребенка в таком состоянии? Есть такая вероятность? Высока она? Она, скажем так, она присутствует. Но я здесь выход вижу в другом направлении. У нас есть статья, которая предусматривает ответственность за недонесение государственных органов о произошедшем тяжком или особо тяжком преступлении. Если бы ответственность родителям была поднята выше трех лет, это уже переросло бы из менее тяжкого в тяжкое преступление, и автоматически возложила бы обязанность на остальных членов общества сообщать в таких случаях в государственные органы или в медицинские службы о том, что... Ну, факт сообщения должен быть. Может быть, вот такое вот произойти, что каждый человек, который прошел мимо этой машины, так вот если на примере, то он обязан позвонить и сказать, что... Это повысило бы уровень ответственности в обществе. Конечно, нужна и разъяснительная работа, чтобы люди знали, что так надо делать. Но и правовую базу под это тоже надо подводить. И тогда постепенно эта ситуация уравнялась. Родители знали бы, да, так нельзя делать, нельзя оставлять. И все-таки вот среди самих родителей тоже разъяснить, что до семи лет человека можно оставить только вот в дистанционном каком-то наблюдении. И здесь нам на помощь идут некоторые технические средства, новшества. Вы знаете, что есть такие, что родители могут быть рядом в комнате, а установить технику, которая подает звуковые сигналы, если там с ребенком что-то, он начинает там ворочаться или что-то говорить. То есть это тоже будет наблюдение. Нельзя сказать, что родитель оставил его без присмотра. Но вот если он вообще ушел и не ведет контроль его жизни, этого ребенка, ну тогда я считаю, что это все-таки произошло. А вот в Москве в прошлом году была информационная кампания на парковках у торговых центров «Не паркуй ребенка», как раз направленная на это, там вот все были, ну, всякие плакаты, оповещения, разнесения и прочее. У нас ничего такого подобного не было, у нас эта проблема уже тоже существует. Может, вот вы говорили о пикетах в защиту животных, может быть, вот защитникам детей будет выйти с таким флешмобом у торговых центров, разместить какие-то информационные стенды там и прочее. Ну, это могла бы сделать инспекция по защите прав ребенка. Ну, или какие-то другие организации, которые защищают права детей. Есть звонки у нас, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. А я бы хотел сказать, что вот я лично поддерживаю действия полицейских, потому что это специально обученные люди, и если они приняли такое решение, значит, у них на это было основание. А у нас получается так, что не действует полиция плохо, действует опять плохо. Мы все врачи, умнее врачей, потому что в интернете прочитали какую-то таблетку, там надо съесть. Все умнее полицейских, потому что тоже где-то что-то прочитали. Они профессионалы, и они действуют так, как должны действовать. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Еще сразу звонок. Давайте примем, если не будете комментировать. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Знаете, я тут, может быть, не с самого начала подключился, но я хочу просто по априори одну вещь донести, потому что как-то не слышу все звонят. Ребенок оставлен один в машине. Все, тут этим сказано. То есть, не знаю, по-моему, в европейских странах до 13 лет в обязательном порядке ребенок не может остаться один вообще без присмотра. Здесь мы говорим о маленьком ребенке, который оставлен один на 5 минут, на минуту, на секунду, на 30 секунд. Не важно. Он оставлен один. Все дальше, все остальные действия, они оправданы. Да. Но у нас гость как раз вот об этом, вы не сразу подключились, сами сказали. Вот мы как раз подробно об этом рассказывали, о каких ситуациях. Еще звонок, пожалуйста. Слушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Вот смотрите, какие ситуации меня беспокоят. Что касается машины, или вот когда этот негодяй там ребенку плеснул кипятком, это все понятно, это достаточно однозначно. А вот есть очень неоднозначные ситуации. Сейчас в летних кафе, в пивных барах, вы, может быть, замечали, совсем молодые мамы с очень маленькими детками сидят, да, они курят там. Там очень много людей. Там, ну, я уж не говорю, что там лексика случается, там, ненормативно. Ладно, дети еще пока ее не понимают. Вот. Но явно двух-трехмесячному ребенку, вот, любойрач скажет, абсолютно не место вот в таком большом скоплении людей. И, ну, я даже видела маму, которая в ресторане на танцпол вышла с малышом, да, то есть у нее ребенок угрозили, очень весело, здорово, да, на нее так смотрят, все улыбаются. Но меня это не умиляло абсолютно, потому что я считаю, что это тоже опасность для ребенка, хоть мама и рядом, да. Она выпила, она уже, может быть, не очень адекватно будет, да, не очень внимательно. Да и вообще, ну, не место детям, там, вот, малышам. Спасибо. Ну, вот, в Латвии уже действует правило или закон, не знаю, как правильно назвать, согласно которому запрещено курить в присутствии ребенка. То есть за это уже и предусмотрена ответственность. Так что тут, наверное, только речь о том, как выполняется этот закон, да? Это правда. Это часто бывает, что у нас закон, законодательная база вроде неплохая во многих местах, сферах, да, а вот с выполнением закона проблема. Ну, здесь звонящая слушательница еще затронула насчет алкоголя. Да. Здесь, наверное, правильно было бы установить ситуацию, что вот если человек напивается до такой ситуации, что он вокруг себя уже ничего не понимает, это тоже оставление своего ребенка без присмотра. То есть он с помощью алкоголя отключил свое сознание от реального восприятия мира. Я считаю, что это было бы равносильно. Ну, это тоже, опять же, надо доказывать. У нас много звонков, надевайте наушники, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я тоже слушаю тут вас и не понимаю, как можно оставить такого маленького ребенка в машине одного. У меня не вопрос, просто я вспомнил, что какое-то время назад тоже слышал, что не только ребенок может погибнуть из-за жары, а было случаи, что даже машину, ребенок в машине такой маленький оставленный, машину украли. И родители об этом тоже не подумают. Спасибо. Да. Ну, это вот как раз тоже последствия, которые могут, наверное, растечь. Да. И там, кстати, это будет довольно большая сложность в процессе следствия, потому что следствие придется разграничить. То есть произошла кража именно транспортного следства, либо произошел захват ребенка, и транспортное средство было лишь инструментом в хищении этого. Ну, это тогда... Ну, в конечном итоге это должно выясниться. Но на начальном этапе, когда это еще неизвестно, это выдвигает разные версии. Ну, это похищение ребенка, это еще более тяжелая статья. Да, естественно. И там, конечно, так можно, наверное, сказать, что не повезет тому преступнику, который хотел угнать транспортное средство, а угнал его вместе с ребенком, если его поймали. Да. На начальном этапе нужно предполагать наихудшее, и поэтому будет очень серьезная реакция. Последний звонок, пожалуйста. Пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Пожалуйста, говорите. Да, ну вот надо все-таки выключать приемники, когда... Да, чтобы не было таких звуковых эффектов. ...не слышим. Ну, на этом нам пора уже заканчивать. У нас в гостях сегодня был глава Латвийского объединения юристов Рихард Бунко. Спасибо, что пришли. Да, я с вами. Хорошего вам дня.